Дорогие друзья, всем привет! Здравствуйте! У нас традиционная рубрика с Олей, надо ее как-то назвать, да? Сегодня с Олей мы поговорим на тему ипотеки в городе Алане, ну и вообще в принципе, наверное, в Турции, и по поводу рассрочки, да? Да. Как ни странно, в этом городе вы можете купить квартиру в ипотеку. Расскажи нам, Оля, как это вообще возможно, какие нужны документы, какие проценты, какие тонкости, что вообще для этого нужно, каждый ли может ее получить? Ну вот, в общем, все рассказываем. Давай сначала мы разберемся с тем, что есть два момента. Можно разделить привлечение следств внешних, да, по сути, если у нас нет всей суммы, мы привлекаем какие-то следства заемные, это так называется, на рассрочку и на ипотеку, чтобы не было путаницы. Рассрочка – это то, что дают застройщики без процентов и как минимум до окончания сроков строительства. То есть это примерно на полтора года и больше может быть. Решила с точки-то начать, да? Ну, она просто проще всего. Ну, давайте. Как я слышал, можно 30% вынести от суммы и остальное застройщик дает до окончания строительства в график платежей, да, он здесь? Даже я слышал, что можно уже жить в квартире и до сих пор у тебя будет еще рассрочка, можно даже так? Каждый застройщик выбирает для себя, в какой форме он проводит процедуру рассрочки, да. Стандартно для нашей компании, ты все правильно сказал, у нас есть 30% первого взноса, остальная часть делится равными частями в течение оставшегося срока кредитовой рассрочки, да. И, да, ты можешь получить ТАПУ, ты можешь уже быть владельцем квартиры и выплачивать еще там какие-то кусочки оставшиеся от квартиры. Для того, чтобы получить такой вид рассрочки, необходим просто загранпаспорт, идентификационный код мы оформим здесь по месту, это занимает 10-15 минут, мы уже говорили. Это налоговый, да, код? Да, это налоговый код. И на нем наш аналог, и на нем наш аналог. Да, да, все верно. И, в принципе, все. Обязательно мы должны сказать, что рассрочка беспроцентная. Да, сумма, которая заявлена по прайсу, она просто делится на платежи согласно вот процентам. Опять-таки, в зависимости от того, какая компания предоставляет рассрочку, у некоторых может быть 30-40% первого взноса, то есть это очень индивидуально зависит от компании. А правда, что если ты уже выплатил 50% от стоимости квартиры, тебе уже дают ТАПУ, и ты уже становишься официально обладателем, правообладателем квартиры? Наверное, вы можете получить ТАПУ, оно будет по аналогу, как у нас, с обременением, которое снимается после того, как вы полностью выплачиваете стоимость квартиры. Вот, по рассрочкам, друзья, все. Вот такие здесь застройщики молодцы, идут навстречу покупателю. Все максимально просто и прозрачно. У нас просто два месяца, два месяца там вам расстройщиков, все. Ну, есть полгода, где дают. Это Альпика группа у нас. Вот, ну, давай теперь по ипотеке. По ипотеке. Ипотечное кредитование, оно допустимо для абсолютно всех граждан, и неграждан Турции в том числе. То есть вы со своим российским паспортом, или, не знаю, белорусским, украинским, казахским, можете приехать в Турцию и взять ипотечный кредит на квартиру. Для этого нужно соблюсти несколько правил. Первое, стоимость квартиры есть рыночная, по которой вы ее приобретаете, и есть кадастровая, или так называемая оценочная стоимость квартиры. Она, как правило, ниже, да? Она обычно ниже, да. И ее называют сертифицированный оценщик, который привлекается на сделку. То есть он заходит, он оценивает и говорит, например, что, например, квартиру приобретаете за 45 тысяч, а на рынке она стоит, ну, вот, по кадастру она стоит 38. И дальше все вот эти моменты вы от этой стоимости, от 38 тысяч считаете, дадут минимум на 50% от кадастровой стоимости квартиры. Больше кредит не предоставит. То есть у вас должны быть, я вот так чуть-чуть перефразирую, у вас должны быть обязательно, уже деньги, 50% от кадастровой стоимости. Да, абсолютно правильно. Допустим, вот у нас сейчас мы проводим сделку, квартира стоит рыночную, ее стоимость 4 миллиона, кадастровая стоимость у нее вообще 2 миллиона. То есть если, ну, так вот представить, у тебя должен быть миллион? Да. И ты на все остальное, а, ну тебе миллион только, да, дадут, получается? Да, только миллион. Тебе дадут миллион. Мини, точнее, максимум на половину от кадастровой стоимости можно рассчитывать. Понял. И срок небольшой? Срок до 5 лет. Срок до 5 лет. Нет вот этих там по 40, по 30 лет у нас? Нет, по 30 лет нет. До 5 лет можно взять расстройку, простите, кредит в банке. Да, ипотечный кредит. И ставка будет примерно 7-8% годовых. 7, ну, ниже, чем в России. Банки учитывают многие факторы, когда предоставляют кредит, да, и риски в том числе. Поэтому в некоторых случаях это может быть, например, 6,9% ставка, а в некоторых случаях это будет... Ну, как обычно, да, оценивают они клиенты. Что для этого нужно, какие документы? Для этого необходим паспорт. Российский, да? Российский паспорт, да. С пропиской. С пропиской обязательно. Для этого необходима справка о доходах в свободной форме. Ну, то есть не надо вам там 2 МГФЛ, просто можете, если вы ип, сами себе сделайте справку. Ну, это уже не для видео, вот так, по WhatsApp, может, еще раз скажем. Вот, 3 документа. И для того, чтобы подтвердить прописку, например, бывают случаи, когда запрашивают, обычную квитанцию по месту жительства, где вы зарегистрированы, где вы оплачиваете, ну, например, воду, свет. А, то есть паспорта с пропиской недостаточно? Могут запросить. Могут запросить. Ну, какой-нибудь квиточек с собой захватите, да? Ну, можно даже ксерокс. Ксерокс – это ксерокопия? Ксерокс. Ксерокс. Все, 4 вот таких необходимых документа, и, в принципе, можно получить ипоседно. Этого достаточно. Ну, налоговый номер мы, опять-таки, ИНР мы оформим здесь. Это не является проблемой, но это обязательный документ. Давай людям скажем, знаешь, о чем? Кстати, наверное, надо сразу пояснить, что мы сейчас с Олей будем работать в паре первое время, во всяком случае. Ну, потому что, видите, Оля у нас такой уже мегапрофессионал, а я еще как бы все равно только знакомлюсь с рынком, и она знает очень много тонкостей, и с юридической стороны, и много всяких там аспектов. Вот, поэтому смело можете обращаться. Номер сейчас появится на экранах. Оля вместе со мной поможет вам, проконсультирует, и поможем вам оформить ипотечную, либо рассрочку, ипотечную сделку. Скажи, пожалуйста, всех интересует, сколько стоят наши услуги? Вот это как-то мы берем с клиентов? Наши услуги все заложены в прайс, который мы озвучиваем, и, в принципе, никаких экстра оплат лично нам их нет. Ну, это как в Сочи, да, все уже заложено, нам платит застройщик. В общем, какие-то деньги с вас мы и брать не будем. Да, по расходам это единственное, что оформление сделки. Ну, по расходам это ваши расходы. Кстати, да, многие спрашивают, спрашивают. Мы с Олей уже сняли огромное видео, там на 30 минут сидели и рассказывали, как оформляется квартира в Аланье. Вот сейчас ссылочка появится, по-моему, в этом углу вашего экрана. Смотрите, если кому интересно. Подписывайтесь, ставьте лайк. Так, все, всем спасибо. Надеюсь, мы раскрыли для вас этот вопрос. Если есть какие-то еще дополнительные вопросы, пишите в комментариях, как обычно. Да, пишите в комментариях, мы ответим. Спасибо большое. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok